Куда дальше-то? Где следы эти сраные? Стив, а ты прикинь, я стал Экзе! Я рад за тебя! Пошли отсюда, нахрен! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и добро пожаловать в игру по Майнкрафту Экзе, которая, вроде бы, как обещается, должна быть довольно страшной. По-настоящему страшной. Это если верить самому разработчику. Это Алекс Экзе. Я не знаю, почему Алекс... Почему именно Алекс? Может быть, в Майнкрафте есть такой персонаж. Я знаю только Стива, насколько я помню. By Russian Pizduk. Прекрасное, просто прекраснейшее название для этой невероятнейшей компании разработчиков, которая, с вероятностью в 99,9% состоит из одного человека. Из одного человека, наверное, не очень, скажем так, обремененного большим возрастом. Ну, играть в эту прекрасную игру на Юнити... Не понял, ты выходить, что ли, решил? Не-не-не-не-не-не-не, Russian Pizduk. Не, не решил, не решил. Все, не гневайся. Не гневайся. Пиздуковским гневом на меня не обрушайся. Все, давай. Играть в эту прекрасную игру. Поехали. Так, 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 так. Ой, я чувствую, надо сразу сделать кое-что. Надо сразу сделать как можно ярче, потому что это одна из тех игр, которые создавались в жопе сатаны, где очень темно и никаких вариантов сделать что-либо посветлее нет. Мы идем, значит, идем, бредем. О. Вот это меня занесло сразу же, да? Так, я пока ничего не понял. То есть в домике, в котором мы появляемся, ничего вроде как сделать нельзя, да? Так, а, можно ускоряться. Да, лучше ускоримся. Слушай, нихрена себе. Что-то мне реально не по себе становится. Игра реально становится страшной. Все? Приплыли, ептать? А чё это за бред? А куда тогда надо? Подождите, подождите. Может быть, я должен всё исследовать для начала? Давайте мы для начала всё исследуем. Для начала мы сейчас всё исследуем и посмотрим. Ой, слушайте, у меня аж такая небольшая ностальгия по Майнкрафту проснулась. Я ж помню, я когда-то его снимал. И, между прочим, всегда было принято как-то снисходительно относиться к этой игре, что она там для тупых или так далее. Но я не знаю, насколько она для тупых, но я в ней не разобрался до сих пор. То есть, если вспомнить какие-то игры, которые считаются крутыми, там, знаете, типа... Не знаю, что считается реально крутым, над чем не принято смеяться. GTA Max Payne какой-нибудь, да? Там что-то такое. Они намного проще, чем в Майнкрафт внезапно, как оказалось. Потому что в Майнкрафте столько рецептов всякого говна и правил всяких и всего такого прочего. Там реально нужно сидеть и задротить. Поэтому я вот... Поэтому я вот Майнкрафт пока забросил. Я не знаю, может быть, он когда-нибудь появится ещё на канале. Но я пока... Я студом представляю, что там можно делать. Вот, кстати, можете мне подсказать. Напишите, что сейчас топовые Майнкрафтеры делают в Майнкрафте. Потому что... Неужели все только записывают выживание и всё? Как они там палки собирают и прочее говно? Так, ой. Нихрена. Следы крови. Смотрите-ка. Ну-ка, давайте-ка пойдём. Давайте-ка пойдём по следам крови. Интересно. Вот это прямо интересно. Это ж кровь, да? Я правильно понимаю? Да, вот смотрите, кровушка опять. Опять кровушка. Кровушки-то скока. Кровушки-то скок. Блин, я вернулся, что ли? Погодите. А в чём прикол так? А, прикол, наверное, в том, что надо в обратную сторону идти, да? То есть я, наверное, вышел из дома и должен направляться по этим следам. Правильно? Куда они завели меня? А, вот, 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 вот. Так, хорошо. Ну, давай, вот. Есть. Где дальше? Куда дальше-то? Слушайте, вот это, вот это я, походу, нащупал. Вот это я, походу, нащупал правильное, правильное прохождение. Так вот, напишите мне, что вообще в Майнкрафте делать, если, если делать? Я видел, я видел такие штуки, как люди вроде сюжетки с Майнкрафтом снимают, лаки-блоки какие-то снимают. Я не знаю, что такое лаки-блоки, я не понял нихера. Что-то разбивают, что-то там выскакивает. Ну, выживание, наверное, кто-то снимает, но я такого почти не видел. Короче, фиг знает, я эту игру плохо понимаю, я плохо понимаю, как в неё играть, что в ней делать. Что-то это какой-то огромный, особый мир. Но вообще, иногда бывает, тянет вернуться, знаете, бывает, тянет. Да даже музыку слушаешь, и вот реально кайф. Реально кайф. Прям от одной только музыки. Так, куда дальше-то? Где следы эти сраные? Стив, а ты прикинь, я стал Экзе. Я рад за тебя. Пошли отсюда, нахрен. Что это? Всё-таки какие-то окна там. Мне туда надо подойти или что? Я не помню. Что надо? А, он исчез. А ты прикинь, я стал Экзе. Ещё и по-русски говорит. Прикольно. Чики-бомбони. А-а-а, тут походу как в Слендере, да? Тут надо собрать 10 чики-бомбони. Или 7, или сколько? Так, слушайте, ну это мразь стала Экзе. А если я туда упаду, я, наверное, умираю, да? Слушайте! У Эндермена такие глаза. Правильно же я назвал? Я помню, на меня нападал ещё в нубовыживании моём старом. Эндермен такой. Тип. Так, подождите, я собрал тут одну чики-бомбоню. А где мне искать остальных чики-бомбоней, скажите? Скажите, где мне искать остальных чики-бомбоней. Очень интересно. Мне понравилась озвучка. Озвучка реально классная. Не только даже потому, что она русская, а потому, что автор так хорошо интонации передал. Это прикольно звучало. Это прикольно звучало. Это прикольно звучало. Это тебе, правда, эта мразь за мной гнаться будет, да? Своим... А я стал Экзе, представляешься? Я стал Экзе. Ты такой злобный. Такой злобный. Ну всё, давай. Подставляй, папец. Нет, не буду подставлять. Не буду под... О, чики-бомбоня. По-моему. Ой, мама. Ой, мама. Иди в жопу. Идите, идите в жопу, мистер бычок. Или кто ты? Это, наверное, Алекс и есть, да? Вот это Алекс. То есть, если я соберу сейчас ещё чики-бомбоню, то он ускорится. Правильно я понимаю? Я должен собирать чики-бомбоней. Как их найти, блин, в этом говне? Тут вообще ничего не понятно. Я уже понимаю, что мы эту игру никогда не пройдём. Мы только в неё, может быть, поиграем, чуть-чуть поорём, немножечко, знаете, нервы потратим, но... О, смотрите, две чики-бомбоней. Хорошо, ладно. Ладно, две чики-бомбоней имеются. Ну ничего не понятно, ребят. Ничего не понятно. А если бы я яркость на максимум не выкрутил, вообще было бы ни хера не видно. И так ни хера не видно, а так было бы совсем-совсем ни хера не видно. Так, водичка. Поплыли в водичку, как говорится. О-о-о! Вовремя я... Вовремя я свинтил, да? Э! Стоять. Не, ну тут, наверное, нету ничего, да? Тут, наверное, нет ни фиги. Овец. Так. Страшно. Страшненько. Страшненько, ребята. Это будет сейчас очень, очень, что называется, волнительные сцены. Волнительные сцены, что называется, пойдут. Тут всякие мрази. Красноглазые, получается, будут пытаться схватить меня за жопу. А я такой буду бегать и драть овец. Я не знаю, зачем они мне нужны. Я какой-то, походу, что называется, овцелюб. Овцелюб я какой-то. Овцеложец, понимаете? Овцеложец. Ну, это как мужеложец, только я овцеложец. Возможно, я даже овцемужеложец, если я за овцами мужского пола. За баранами. Может, я баранов ловлю? Я не знаю. Я не знаю. Мне неизвестны и сексуальные предпочтения нашего главного героя. Ну, реально, нахера мне эти овцы? Я не понимаю, что я с ними делаю? Очень странно. Очень странно. Ну, в принципе, оно и видно. Я вот, видите, я спустился с гор, теперь поднимаюсь. Поэтому мне нужны овцы. Все логично. Так, хорошо. Давайте, наверное, мы... Давайте мы, наверное, вот куда? Сюда? Сюда? Так. Ни хрена не видно. Ой. Что-то запульсировало. Что-то запульсировало где-то. Я прям слышал этот звук-то страшный. А где же я его слышал? А где же я его слышал? Блин, я сейчас реально напарюсь на эту мразь. Понимаете? Он своими красными глазюками реально меня найдет. Ой, ну что, три... А три сколько всего? А сколько всего этой херни надо искать? Ой! Извините, я это... Извините, не трогайте меня, пожалуйста. Не трогайте меня, пожалуйста, я вас прошу. Я вас... Я вас учу... Да блин, ну как? Я не могу выпрыгнуть отсюда даже. Давай, вот сюда вот, да? Да, наверное, вот сюда вот лучше. Наверное, лучше. Слушайте, надо найти, наверное, дорогу к моему дому. Мне кажется, у меня дома одна авца появилась. Это было бы логично. Да блин, я в заперти! В зап... В западне, в заперти. В... 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 Попал я. Попал я по полной прогрессе. Жопа полная. Полная жопа. Это все. Все санина какая-то вонючая получается, да? Так. Все это очень плохо. Так, там внизу еще можно куда-то спуститься. Смотрите. Еще под воду можно... Ой, не, ну это... Это все, это уже смерть. Это уже, наверное, смерть пошла. Так, ну что, он... Он, значит, стал экзе. Я очень за него рад. Он теперь, что называется, обрел суперспособность. Эта суперспособность называется выносить мозги школьникам и мне. Да, прекрасная суперспособность. Я его поздравляю с этим. От чистого сердца. Единственное, единственное, единственное. Что мне не ясно? Мне не ясно одно. Мне не ясно, где хотя бы одна чеки бомбоня. Хоть бы они звуки издавали какие-то. О! Спасибо. Вот это, что называется, вспомнил вовремя. О, смотрите. Давайте выходить. Точно. Сейчас мы будем выходить, короче, из всей этой ситуации. Идем ко мне домой. Идем ко мне домой. И я вот думаю, что там что-то будет. Там сейчас что-то... Где мой дом? Где мой сраный дом? Вот здесь, да? Да-да. Вот что? Ну что вы мне скажете? Что у меня дома овцы не будет? Овца появилась. Вот я ж говорил так. Все, у меня уже пять чеки бомбоней. Пять чеки бомбоней уже у меня. А вот теперь, ребята, все. Теперь у меня идеи нет, на самом деле. Дальше, дальше чеки бомбоня может быть где угодно. Где угодно она может быть. Ну давай наверх попробуем. Так, здесь ничего. Здесь дерево просто. Здесь дерево. Звуки страшные идут. Идут страшные звуки. За мной гонится. По-прежнему красноглазое говно. Я, кстати, помню, что я где-то спускался в такую... Тихо, тихо, тихо. Блин, реально, вы знаете, реально страшно, на самом деле. Реально не по себе. Хотя, вроде бы, казалось бы, что бояться? Декарте, тебе уже 29 годиков. Что бояться? Это всего лишь какой-то майнкрафтовский монстр. Но как-то вот это все гнетет. Как-то меня гнетет. Понимаете, меня немножечко гнетуще гнетет. И это обидно. Это обидно. Но, с другой стороны, в этом же и прикол, да? Чтобы мы боялись. Жесть, чеки. Продолжение следует. Я прошел это? Ни хрена себе! Ууу! Ха! Ладно! А можно уйти? Блин. Походу, мы сейчас будем наблюдать сцену дружбы и единения, правильно? Давай! Ну, давай, чувак! Что ж ты собрался со мной делать? Мы че, не увидим сцены, что называется, носилия и убийства? Мы не увидим это, да? Ну, может, оно и к лучшему, не знаю. Смотрите, получилось. Создатель. Russian Peace Duke. Глава первой пройдена. Остальные потом. Ну, ладно. Окей. Так. Будем проходить дальше, если игра выйдет и если вам это понравится, ребят. Поэтому. Программирование тоже Russian Peace Duke. Ну, кто бы сомневался. Я готов посмотреть, что и озвучка тоже Russian Peace Duke. Вот я прям уверен. Давайте проверим. Вот давайте это проверим. Кстати, между прочим, зачетные титры такие. Неправда. Кто произнес великую фразу? Прикинь, я стал экзем... Что, Russian пиздюк, да? Где надпись? Главное меню. А, походу, это все. Титры закончились, да? Главное меню. Окей. Ну, все. Вот такая вот игра. Смотрите, ребят. Если вам понравилось, то вы там ставьте лайк. Вы там подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Все, что можно, делайте. Чтобы автор понимал, что нужно делать продолжение. Чтобы я понимал, что нужно дальше играть. Поэтому, как бы, все от вас зависит. Все зависит от вас. Вон там сзади вот это красные глаза. Единственное, знаете, что надо сделать? Перед тем, как мы выйдем из игры, я все-таки это хочу попробовать. Я все-таки это хочу попробовать. Смотрите. Сейчас мы очень быстренько с этим разберемся. Это много времени не займет. Да я думаю, мы никуда и не спешим. Что нам, собственно? Я хочу, чтобы он меня поймал. Я считаю, я имею право увидеть, каково это. Я считаю, я имею право. Мне интересно. Потому что будет какая-то анимация будет. Или еще что-то в этом роде. Кто его знает. Кто его, блин, знает. Так, куда? Вот сюда вот, да? Вот сюда мы шли. Давай. Где-то там. Ну-ка. Стив, а ты прикинь, я стал Экзе. Понятненько. Так, понятненько. То есть сейчас он меня даже и не хотел. Знаете, он посчитал, что это, как бы, ниже его достоинства еще. Сейчас напрягаться прям сразу, что-то кого-то ловить. Вот как только глаза-то покраснеют, как только мразь такая соберет хоть одну чеки-бомбоню, тогда я ему и задам. Правильно? Такие мысли у тебя были? Такие у тебя мысли были? Признавайся или нет? Так, ну что? В принципе, осталось его только найти и все. Где он? Вот сейчас вот будет другая проблема, ребят. Сейчас будет другая проблема. Где найти свою смерть, понимаете? А, вот, нашли. Все, прекрасно. Иди сюда, мой сладкий. Давай. Ты умер, ха-ла-шара. Респаун. Ну, ясно. В общем, вот такая вот игра. Ну, короче, окей. Все, на этом мы заканчиваем. Все посмотрели, все, что можно было исследовали. Я вам уже сказал, голосуйте лайками, просмотрами, подписками и так далее. Если на этом все, то на этом все. Да, не забывайте нажимать колокольчик. Он под видео там тоже. Все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.